Именно так, ступенька за ступенькой Андрею Васильевичу и его жене приходится прокладывать путь на улицу. У мужчины генетический недуг, мышечная дистрофия. Мышцы слабеют и не могут восстанавливаться, поэтому случайный перелом ноги обернулся для него инвалидностью. На вопрос о том, как это произошло, Андрей Васильевич отвечает смеясь. У меня есть кот Васька. Кот игрался с листьями на подоконнике, прыгнул и прыгнул мне прям под ноги. И получается, что я, когда прыгнул под это место, и когда я начал падать, получается, что я всем весом ушел на левую ногу и сломал ее. С котом все хорошо, но вот спуск на улицу – каждодневный труд. Преодолеть препятствия в четыре лестничных проема туда и обратно мужчине помогает супруга. Есть, короче, механические ступеньки ход, а мы придумали свой ступенькоход. Это получается, взяли старый покрывал, а туда вшили старый разнос металлический такой крепкий еще, совдеповский. И супруга его расстилает по ступенькам. Я сажусь на этот разнос и потихонечку ступенька за ступенькой она спускает этот покрывал, а я потихонечку спускаюсь с этим ступеньком. Но такое устройство небезопасно, добавляет Андрей Васильевич. Один из таких спусков привел к тому, что мужчина упал и чуть не разбил голову. Да и руки жены устают. Нести тяжело, рассказывает Елена, но что не сделаешь для любимого человека. Оба мечтают о специальной коляске, электрическом ступенькоходе, который может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно. Устройство не просто мечта, а жизненная необходимость. Но стоит оно почти как машина – около 600 тысяч рублей. Мы обращались в соцзащиту. Конечно, государство нам помогает. Нам выделили две коляски. Одна – домашняя коляска, другая – прогулочная коляска. Но на этой коляске очень сложно. Без посторонней помощи мы не сможем сами спуститься. На наш запрос в Министерстве социальной защиты ответили, что о таком средстве передвижения семья Качановых их не просила, а установка пандусов технически невозможна. За координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей, входящих в Государственный жилищный фонд, Частный жилищный фонд, определено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Мужчине предложили переехать с четвертого на первый этаж, но от этого он почему-то отказался. Хотя именно переезд с верхнего этажа мог частично решить его проблему. Андрей Васильевич понимает, что просить от государства помощи в данной ситуации не приходится, но письмо президенту однажды написал, ну а вдруг повезет, не сработало, потому, говорит, и обратился к нам в редакцию, в надежде, что добрые люди захотят помочь. Указанный номер телефона привязан к банковской карте супруги. Очень жалко смотреть на эту ситуацию, как они каждый раз спускаются, поднимаются домой. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.